Как? Делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, а также якотикексик шоколадный. Да-да, меня вообще-то хотели назвать пельменем маринованным, но я сама попросила вот кексик шоколадненький, чтобы я была, да. И сегодня мы находимся там, где люди никогда в жизни не готовили еду дома. Ни яичницу, ни омлетосик, ни пельмешочечки, ни вареники, ни блинчики, ни сырники, ни что-то, даже бутерброд дома не готовили, а всё потому, что люди здесь едят только в кафешках и ресторанах. И мы находимся там, где в этих самых ресторанах самая вкусная еда во всём мире. Сюда приезжают туристы с разных уголков всей планеты, чтобы попробовать именно вот эту еду, которая находится здесь. И сегодня мы находимся там, где люди просто любят жрать. Просто жрать. Вот и всё. А-а-а, ну так это Тула. Тут помимо того, что вкусные тульские пряники, здесь реально офигенная еда. Мы, короче, с моим двоюродным братом поехали в Тула, чтобы просто обожраться. Мы ходили по всем ресторанам, и туда, и сюда, а там главное, знаешь, и завтраки, и второе, и первое, и третье, и компот, и всё это там вообще по акциям. Там можно просто объесться так. Короче, я приехала в Новосибирск и потолстела на 10 килограмм. И мой брат тоже на 20. Ну вот так вот мы съездили в Тулу. Подожди, 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 подожди. Тут ты меня точно ободнуть не сможешь. Я был в Туле один раз в жизни. Моя тётя живёт в Калуге. Это вроде где-то рядом с Тулой. Я был в Туле, и там, честно скажу, не самая вкусная еда в этом мире. Ты меня, походу, обманываешь? Ты сейчас что, на Тулу быканул, что ли? А ну извинись быстро. Там самая вкусная еда. Ну, не, ну это как бы было в детстве, с одной стороны. Может, когда я был в детстве, там всё же плохо готовили, а сейчас, наверное, хорошо. Короче, тульчани, туляни, тюлени. Я потом в Тулу ещё раз приеду. Может, там сейчас лучше готовят. Я ещё раз попробую всю вашу еду, и потом вам точно скажу, вкусно там или нет. Всё. Всё окей, договорились. Я как бы это, знаю толк в тулячей еде. А, может быть, ты здесь? Ну-ка. Нет, тут нет его. А, вот здесь, здесь точно. Прям вижу. Вот ты здесь. Нет, тоже фигня. А, вот, вот. Точно, вот этот. Вот здесь. Так, и. Ну. Нет, вот здесь нет. Тогда вот в этом точно. Говорю же. Ну, вот здесь вот. Сейчас, сейчас, смотри, 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 вот здесь. Последний вариант остался. И. А? Нет, его тут тоже нету. А, нет, погоди, погоди, что-то в животе зашевелилось. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, не, я просто в туалет хочу. Ты чё сейчас сделала? Ты кого искала? Как кого я искала? Конечно, бога Майнкрафта. Я уже эту собаку сутулую, блин, заколебалась искать в каждой серии. В мясе! Ты только что в кустах мяса ты бога Майнкрафта сейчас искала. Ты совсем чокнулась. Ну, а вдруг он еда? Откуда ты знаешь? Слушай, мы этого бога Майнкрафта никогда не найдём, мне кажется. Хоть бога Майнкрафта мы не находим, зато посмотри назад, что мы с тобой только что нашли. Слушай, ну если это то и здесь самая вкусная еда, то значит там должно что-то вкусненькое быть. Пошли посмотрим уже скорее. Ну, если бог Майнкрафта сказал то, что Катя Екатикексик шоколадный. Если бог Майнкрафта сказал то, что здесь самая вкусная еда во всех ресторанах этой планеты. Я как раз таки жрать хочу, у меня в инвентаре вообще еды не осталось, мне кажется, Кать. Это, наверное, наш рай. Мы сейчас обожрёмся просто до потери пульса с тобой. Ой, это моя мечта, пошли скорее-скорее, только чёрт мне вот эти вот прикольные какие-то оранжевые штуки на деревьях. Подожди. Там сто процентов яблоки растут, вот это. А вот это чё? Ну, я не знаю, что там написано. Это персики! Их можно кушать, что ли? Подожди, ты где в Майнкрафте до этого момента персики? Да правой кнопкой ты тыкай, не ломай их. Ты где в Майнкрафте до этого момента персики вообще видела? Вот прям вот до этого момента я только что два персика схамячиваю. О-о-о, прикольно. Так, забирай все эти яблоки. Мы с тобой, Кать, сейчас напасёмся хавчиком просто до конца жизни. И больше с тобой в Майнкрафт играть не будем, потому что... Всё, у меня уже 11 яблок. Пошли внутрь, там, возможно, где-то... Сейчас, сейчас, подожди, я персики собираю. Да ты хватит эти персики собирать. Там в домах, возможно, шашлыки будут, пельмешки будут, пирожки какие-то будут, мясо какое-то будет. Иди сюда, спускайся, посмотри. А креветки, а креветки будут? И креветки, наверное, тоже 100% будут. А-а-а! А, ну да, понятно. Ну, конечно, как без тебя, мистер Крипер, наверное, тоже пожрать сюда? Ты смотри, какую я... Смотри, смотри, да, я артишок нашла. Я тебя поздравляю с этим достижением в жизни. Давай спускайся сюда, и давай мы будем с тобой лутать все эти дома. Потому что в домах 100% будет какая-то еда. Здравствуйте. Тут кексики. Я эти, то тортики, я сладкое не ем. Так, сюда подойди, сюда подойди. Здесь у нас свекла. Ну, свекла это не очень интересно. Ты что, больше готовить не будешь? Ну, сегодня я надеюсь, ничего готовить не буду. Я хочу только обжираться. Ты в левый дом, я в правый дом. Всю еду, которую сейчас найдешь, Кать, мы с тобой складываем в одну кучу. И потом обжираемся. Господи, три тортика. Тортика. Это тут какой-то клубничный тортик. Кать, я тебе забираю. Тортик это мне, тортик это мне. О, фиги. 12, 12 лосося. И вот это 7 какой-то обычной рыбы. Вот забирай вот эти все тортики. Давай в другие какие-то дома. В этом... Кать! Что там? Еще 4 тортика. Ага, и мистер... Тортики это фигня. Ну да, давай ты тогда мистера Крипер там отвлекай. Я пока тортики вот эти позабираю. О, они не выходят. Какого мистера Крипера еще? Так, мистер Крипер. Так, здесь... А, вот этого мистера Крипера. 8 курицы. 7 бараниночки. Но это все сырое. Давай забирайся вот сюда. Так, здесь еще 2 тортика. Здесь у нас 14 кусков мяса. А сверху у нас... И сверху тут тоже что-то есть. Морковка, Кать. 13. Ты погоди, погоди. Тут говорят же в Туле рестораны самые вкусные. Ну в смысле в ресторанах еда вкусная? Так может пойдем отведаем что-нибудь? Да за... На кой черт нам ресторан есть? У меня уже полный инвентарь хавчика. Ты посмотри, какие тут грядки интересные. Это у нас что? Это огурцы. Слушай, так это можно на зиму банки закатать. Молосольные огурчики будут. А это... Это вообще помидоры. Это... Это можно же томатные супы на весь год вперед сделать. Слушай, иди помогай мне собирать, а? Слушай. Подожди. Это я сам посмотрю. Так. Чё это? Это... Сельдерей. Это сельдерей, Кать. Это же салатики, можно крошить его. Ой, вкуснятина. Подожди. Так я тебе предлагаю в этом городе вообще остаться до конца жизни. Кать, стой, подожди. А если взять сельдерей и... Я знаю уже твои вот эти вот проделки. Иди разберись с мистером Крипером. Ты же, Катя, простит. Нет, это ты иди разберись. Ты же умеешь Криперов убивать? Иди разберись с Крипером. Давай, давай, давай. Оп. Давай, давай. А чё ты меня толкаешь-то? Ало, это нечестно. А ну, давай, попади в него. А ну, давай, попади. Смотри. Попала, молодец. Попала. Так, короче, давай делаем вот так. Лутаем просто все дома. Смотрим всё, что здесь есть. И просто спаливаем тихонечко с этого города. И больше сюда никогда не возвращаемся. А чё, как бы. Зато еда будет до конца жизни. Отличный план. Тут это, тут жительница спит. Ты её, главное, не разбуди. Так. Картошка. Картошка нормальная. 17 картошки. Всё, давай, выходи. Выходи. Чё вот интересно, она спит, если тут столько еды. Тут тоже один спит. У него башка в этом... В стенке застряла. Давай мы ему мешать не будем. Уйди обратно. Так. Ты сзади, посмотри. Посмотри, чё это тут тоже растёт. Давай собирай. Чё это такое? Это перец? Перец чили. О, это по твоей части. Так. А это ананасы растут. Подожди. Киви. Это не ананасы. Это киви здесь растёт. Просто всё. Сваливаем нафиг с этого города. Как можно скорее? Мы с тобой уже наваровали, наверное, всё, что только можно было. Так, здесь ничего нет. Здесь у нас там тоже житель какой-то спит. Всё, давай текаем отсюда нафиг. Да, да, да. Скорее сваливаем отсюда. А то у меня уже из карманов вся еда остынет. Подожди. Сейчас я морковку всё перекусил. Давай, текаем отсюда. А ты нормально там, кстати, наворвала или нет? Сейчас, подожди, я ещё пару аркузиков. О, Маринка. Добрый день, добрый день. Хочешь перчик чили? На, держи. Пошли с нами лучше. У нас целый инвентарь хавчика. Пойдём. А ты-то тут что забыла? Карка старая. Так, погоди, погоди. Она мне что-то хочет сказать. Ты там это, помолчи пока. Не, 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 не. И ты сначала отойди, и ты отойди. Вот это мы потом решим с Маринкой в следующий раз. Сейчас давай текаем нафиг с этого города, потому что еда у нас есть. Надо отсюда сваливать. Всё, давай. Очнись. Мы в Майнкрафте с тобой. Значит, тут что-то случилось по-любому. Мы не можем просто так взять прийти, забрать еду и уйти. Маринка, рассказывай, не слушай его. Ну, Маринка, она тебе сейчас опять какие-то тупые истории нарассказывает. Ну, не слушай ты её, Кать. Ну, пипец. Чё, серьёзно? А он чё? И она чё? А я чё? А ты чё? Ааа, ну всё. Мне всё ясно. Разворачиваемся. Мы остаёмся в этой деревне. Ты вот это всегда приходишь и всегда всё портишь. На ушко ей чё-то там шепчешь, и она тебе верит. Вы же с ней даже не подружки. Ты почему ей веришь-то? Что она опять сказала? Короче, это реально Тула. Это реально ресторанный бизнес самый крутой в мире. Но после вот этой вот всей самоизоляции, карантина и так далее, жители просто начинают голодать. Они не едят дома. Они ничего не готовят. Они хотят в рестораны идти. А в ресторанах нет еды. Никто не хочет готовить. Если ещё чуть-чуть, они просто все сдохнут с голода. Прикинь. Это чё? Тульчане вот это тюлени зажрались-то сегодня в этом городе? Или что? Так у них полные сундуки еды. У них вот это персики растут, яблоки растут. В смысле они голодают? Здесь у них куча еды. Я чё-то вообще сейчас ничего не понял. Они всю жизнь питались только в ресторанах, в кафе. Они ходили на завтрак, там на верандочку сидеть, туда-сюда. А сейчас всего этого нет, и они не могут перетерпеть это. Это для них такая утрата, такая боль. Они не готовят сами. Они хотят, чтобы им готовили. Иди сюда, иди сюда. Подожди, я всё правильно понял? Они ленивые задницы, которые себе не готовят еду. Хоть у них еды это и вот так выше крыши. Они просто хотят ходить в ресторан? Да, и походу мы сегодня с тобой должны им помочь. Иначе они просто погибнут. Подожди, подожди, подожди. Маринка, ты тогда нам покажи, где тут ресторан-то в этом городе хотя бы находится. Ну, а Маринка куда-то пошла, погнали за ней. Так, давай. Так, слушай, так, наверное, вот этот вот как раз-таки огромный, вот это здание, которое мы с тобой заметили-то в самом начале, это, наверное, есть ресторан. Сюда. Ты смотри, сюда подойди. Он реально закрыт. Бедные тулени, тульчане, тулулёвские. Ты подожди, бедные не тулени, а бедный ресторан, который после самоизоляции карантина не открылся. Наверное, он обанкротился. Слушай, а давай мы с тобой тогда внутрь сюда зайдём и посмотрим, что здесь есть. Ого, мороженка. Подожди ты со своим мороженком сюда подойди. Так, я вижу только коробку и всё, тут реально вообще никакой еды нет. Тут, наверное, реально никто не работает уже. Ого, конечно, жалко так тюльчане. Я вот их понимаю на самом деле. Я вот тоже иногда люблю в кафешках покушать. Но когда у тебя дома куча еды, а кафешки все закрыты, как бы можно и самому себе приготовить. Так, это у нас походу кухня. Давай заходи вот сюда внутрь. На кухне в холодосах у нас тоже ничего нет. Тоже ничего нет. В ящиках ничего нет. Слушай, тут вообще еды нет на кухне. Но ты же понимаешь, к чему всё это клонит. Понимаешь? То что тюлени, жопы ленивые, которые не могут себе даже яичницу приготовить, устроили какую-то запастовку и просто не кушают, да? Нет, ты неправильно понял. Если мы с тобой здесь, значит всё снова в этой серии зависит от нас. И мы должны помочь жителям побороть этот голод, свою лень и накормить их. Понимаешь? Ну это как обычно. В каждую деревню, в которую мы с тобой приходим, мы эту деревню спасаем просто от вымирания. Если здесь, значит мы должны спасти бедных тюленей. Короче, стой пока здесь, ищи здесь вот там багеты какие-то вот есть в пакетах. Багеты вот это начинай резать и перчиком чили начинай на них вот это натирать. Я сейчас пойду с Маринкой поговорю. Так, короче, Маринка, дела такие. Ты сейчас идёшь, призываешь всех тюленей, которые здесь есть в городе, возле нашего вот этого ресторана. Пускай все просыпаются, пускай все приходят. Мы их сегодня накормим, чтобы они не сдохли с голоду. А мы, ну, а я сейчас с Катей договорюсь, что мы сейчас дальше будем делать. Всё, давай потопала отсюда. Так, Кать, смотри, с Маринкой я разобрался. Она сейчас призывёт вот сюда всех своих вот этих тюленей. Кать? Ой, ты уже здесь? Смотри, тут водичка так прикольно течёт. Вот так, а так не течёт. Так течёт, а так не течёт. Она в принципе не течёт, край не работает, ты не видишь? А, ну ладно, короче, смотри, я тут нашла такую офигенную шмотку. Я, короче, шеф-повар. А ты сейчас иди собирай нужные ингредиенты мне. Мне нужны, значит, для борща там свеклу, лучок, морковку. Там для бургеров нужно мясо, булочку, сыр, огуречек, помидорку. Подожди, 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 подожди. Какой борщ, какой бургер? Ты же готовить в принципе не умеешь. Я не поняла, в смысле я не умею. Ты что, сырников давно не кушал моих? А, нет, вот сырники ты умеешь, а вот всё остальное ты не умеешь. Ты сейчас быканул или мне показалось? Наверное, тебе показалось, наверное, я не быканул. Всё, я тогда понял, тогда я буду поставщиком вот этих продуктов, а ты всё будешь готовить. Я всё правильно понял. Всё, бегом, одна нога здесь, одна там. Надо срочно уже готовить, не успеваем. Так, надеюсь, Маринка всех сюда призвала. Опа! Здорово, Маринка, хорошая работа. Так, тюлени, слушайте сюда, ленивые, вот эти. У нас дела в городе таковы. В ресторане появи... Ну, в полувзорванном ресторане появился шеф-повар. И, наконец-то, он вас, ленивых строкостанций спасёт от голода. Но нам нужна помощь, чтобы вы понимали. Вы сейчас все вчетвером, Маринка за всеми приглядывает, идёте и собираете всю вашу еду, которая находится в этом городе. Вот я вижу, там бананы на деревьях растут. Бананы собираете, ананасы собираете, всю еду и притаскиваете сюда в ресторан. Катя всё приготовит, накормит вас. И вы, наконец-то, после карантина всё же в ресторане побываете. Это чё сейчас значит, я не могу понять. Они мне помогать не будут, что ли? А я... То есть, жрать хотите, а работать не хотите, получается, да? Подожди, Маринка, стой здесь. Слушай, Катя, ты там? Ты там или умирала? Да-да-да, мне срочно нужны помидоры, огурцы, соль, креветки. Эти тюлени пришли, я говорю, если вы мне сейчас поможете собрать ингредиенты, Катя приготовит вам еду. Они меня ударили три раза и просто обратно по домам разбежались. Ну, слушай, ну, видимо, силы покинули же, они не кушали год там или сколько. Иди сам собирай, давай быстрее, мне нужно вот это поперчать, это посолить. Всё хорошо, всё, пойду тогда сам соберу. Нифига себе, кушать хотите, платить не хотите, работать не хотите. Короче, Маринка, ты-то хотя бы мне помоги, собирай все ресурсы. Иди капусту собирай, лучок собирай. Я пойду тогда, чё там Катя сказала? Всё, что здесь есть, всё собирай. Давай, встречаемся с тобой здесь через пару минут, давай. Морковка, пошла морковка. Перчик чили. Картофаночка, собираем всё, что есть. Один банан, два банан, три банана, три банана есть. Мяса как бы лишним тоже не будет. Здесь у нас тортики, тортики тоже пособираем. Так, это собрал, яблоки собрал, всё собрал. Соль не нашёл, соль не нашёл и перец не нашёл. Катя просила, чтобы я ей соль принёс. Ну, надеюсь, Маринка тогда хотя бы вот эта соль нашла. Нашла чё-то или нет? Давай показывай, или я опять всё сам делал и никто мне не помогал. Опа. 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 Так, подожди. Бочка с яблоками, бочка с морковками, бочка с яблоками. Нифига себе, бананы, а ещё что? Креветки. Маринка, Катя тебя за креветки расцелует, а она креветки просто обожает. Так, это капуста. Молодец такой ты большой, Маринка, всё это собираем. Неси, Катя, ты не мне это выкладывай. Катя, давай, неси, жители сейчас сдохнут от того, что они все проголодались. Внутрь сюда, давай, заходи. Катя. Мы всё, наконец-то. Маринка, выкладывай всё на бочку, что ты только что насобирала. Так, что тут у нас? Креветочки, мои любимые. Так, это мне, я это ни с кем не поделюсь. Так, ага. Там бананы, там капуста. Я ещё, смотри, тут у нас немножко помидоры. Тут у нас, смотри, капуста. Вот держи, капуста у тебя будет. Ага, отлично, отлично. Так, пока вы там собирали хавчик, я немножко прибралась в ресторане. Идите, готовьте всё к открытию. Я сейчас быстренько всё сделаю. Ты, Маринка, иди снова зови вот этих всех тюленей, чтобы они сюда приходили. А я пока, ну, я тогда переоденусь. Я же сегодня, наверное, официантом буду, если Катя шеф-повар. Так, немножко здесь прибраться надо, переодеться и ждать тюленей. Ну всё, план есть. Это самое главное. И? А, ты где, ты где? О, повернись. Нифига себе, ты какой красавчик. А почему ты раньше в рубашках не ходил? Тебе так, идиот. Потому что я раньше официантом как бы не был. Сейчас же я официант, Кать. Ты молодец, что ты официант. Всё, давай за работу. У меня там уже курица жарится, свинюшка готовится, креветки вон подходят. Давай, помогай. Маринка, молодец, всех притащила. Ну, всё, с этого момента я объявляю ваш вот этот ресторан. Стоп. Ну, вы извините, немножко у нас просто в городе слишком много криперов. Вы в ресторан-то заходите. С этого момента я объявляю ресторан открытым. Давайте, давайте, Кать, встречай посетителей. Добро пожаловать, добро пожаловать. Я ваш шеф-повар сегодняшнего дня и, надеюсь, последний день до работы. Присаживайтесь, присаживайтесь. Иди заказы, принимай, ты чё тупишь? Так, молодые люди, молодцы. Маринка, контролируй здесь всё так. Вы, молодой человек, что будете? Без разницы, что будет на кухне, то и принесу. Вам, молодая пара, какая у вас красивая жена. Вот, жена же ваша. Чё, чё, кушать будете? А, вам тоже без разницы, тебе тоже без разницы. Короче, Кать, что ты там наготовила, то давай, я буду им выносить просто. Так, всё, давай эту свинину за третий столик, быстро. Свинину за третий столик? Где у нас третий столик? Вот на вас двоих, вот третий столик. Кать, да не обожрутся с этой свининой. Эта свинина в два раза больше, чем она. Так, ладно, за второй столик, второй столик, Кать, пицца. Так, две пиццы, две пиццы за первый и второй столик, бегом. Первый и второй столик, две пиццы. Так, где здесь первый, вот это первый. Вот так и вот второй. Ага, пока не кушат, Кат, ты там дальше что-то готовь? Так, так, а теперь спецзаказ, спецзаказ, специальные бургеры, бургеры за какой-то столик, вот, держите вам, Мариночка, бургер, и вам бургер. Да, это Маринке бургер, это она заказывала, Маринка, радуйся. Так, всё, ты всё приготовила, и там ещё что-то есть. Ну, нам у нас это, вот тебе хот-доги, и мне хот-доги остались, вот. Ну, я не ем хот-доги, а на десерт-то есть у них что-то или нет? Они сейчас это дожрут, и десерт им нужен. Конечно, пусть доедают, у нас ещё банановый десерт в запасе, поэтому нормально. Приятного вам всем аппетита, я надеюсь, вы сейчас не подавитесь, вы же, наверное, последний месяц вообще даже не кушали. Кушайте, кушайте. Катюшка, ты настоящий молодец, ты где вообще пиццу научилась делать, и вот эту свинину огроменную такую? Я пиццу с пятого класса умею делать, понял, да? Ааа, чё ты, чё, до этого момента ты мне тогда её никогда не готовила? А ты не просил, как бы, ты такой, типа, правильно питаешься весь. Фу, ходуги, отдай мне, ходуги, отдай. Кушать, 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 ку-кушать. Что-то происходит. У нас проблемы, ты, да, ты, главное, сюда не выходи. Слушайте, ребят, вы, вы чё, уже всё сожрали так быстро? Тогда подождите, сейчас будет вторая партия заказов, рассаживайтесь и не буяньте, не буяньте, Маринка, следи за ними. Тут, они, короче, будут поднимать, что они всё сожрали, они ещё кушать хотят. Давай, готовь ещё что-то, Кать. В смысле, готовь ещё, так у меня больше ничего не осталось, я всё приготовила. Не, на креветки не смотри, креветки не отдам. Готовь что-то из креветок, они сейчас тогда нас сожрут, если ты им никакую еду не дашь. Готовь ещё что-то. Да мне не хватит их даже на одного человека, тут, блин, 9 штук. Чё, они там сильно злые, что ли? Ну, у меня нереально больше нет еды. Так, а что нам делать-то? Кать, они, походу, слишком проголодались, конечно, проголодались, они месяц не кушали. Я предлагаю валить. Куда валить, так наша задача их накормить-то в этой серии, мы не можем просто взять и свалить. Откуда мы знали, что они такие проглоты? Мы их прям по первому классу обслужили, а вон там драка какая-то началась, смотри. Ну тогда спокойно, за мной у меня есть небольшой план. Вы рассаживайтесь, рассаживайтесь все по стульям, мы пойдём за новой партией еды, потому что у нас просто еда в холодильнике кончилась. Да, Кать, за нами. Да-да, новые подставки. Новая подставка, сейчас вот эта транспортная компания приедет, новую еду нам сюда привезёт, Катя, за мной сюда беги, главное, назад не оглядывайся. Они за нами идут или не идут за нами? Они идут за нами, я оглянулась назад. Я же тебе сказал, не оглядываться назад, ты почему оглянулась? Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Ребята, вы в ресторане, оставайтесь, мы сейчас вернёмся, мы просто в магазин за едой сгоняем. Маринка, ты их задержи, там мы же сейчас, мы за едой и обратно вернёмся, Катя! А-а-а, арбузники, покушайте пока! Так, валим, 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 скорее, только шанс, подожди, персики, соберу, персики, соберу, они вкусненькие мои персики. Какие персики, тебе в этой серии еды недостаточно, ты беги нафиг, не отвлекайся, они тебя сейчас догонят и тебя сожрут вместо персиков. Персики, моя любимая, я вернусь за вами, обещаю. Нет, Кать, в этот город, в Тулу, мы с тобой больше никогда не вернёмся, это я тебе обещаю. Субтитры сделал DimaTorzok